На официальном сайте за 100 рублей ты можешь купить себе 500 голды, а по ссылке в описании ты можешь приобрести набор Лима, где получишь в аренду танк 8 уровня, 3 дня према, девушку-танкистку, специальный эксклюзивный стиль, 20 задач на x5 опыта, то есть ты можешь просто за эти 20 задач прокачать ненужную тебе восьмерку, на которой тебе не очень хочется кататься, ты очень быстро можешь это прокачать, плюс еще универсальное пособие на 250 тысяч единиц опыта для экипажа. Короче, очень много плюшек, также есть старые наборы, по ссылке в описании зацени. В этом видео, как и в других ежедневных видосах, мы разыграем 3 приза по 1000 голды, все что нужно сделать это подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментарии небольшое предложение, где в конце указать свой игровой никнейм, а вот победители за вчерашний день. Привет, друзья, с вами Грани, сегодня с вами посмотрим интересный бой на ИС-7, том самом дедушке, одном из самых первых топов в нашей игре, правда с тех пор он уже достаточно сильно поменялся, и рандом поменялся, понавводили новых машин, и сам ИС-7 поменялся, там прибавил в ХП, прибавил в динамике. На мой взгляд, сейчас это очень интересная машина, я думаю, именно этот танк должен качать каждый, и, наверное, в первую очередь. Самая простая ветка, самая рабочая для всяких ранговых стоять от башки, то есть башня вообще просто очень непробиваемая, наверное, это одна из самых лучших башен в игре. Там еще 705-й, как бы мог бы поспорить, да, но у 705-го все-таки там больше таких прямых углов, и кумулятивами он легче пробивается. Семеру пробить гораздо сложнее, с этим справляются всякие Як-Панзеры, Е3, но большинству танков справиться с башней Семеры очень тяжело, к тому же, когда она там стоит от каких-то рельефчиков, немножко задирает корпус, и становятся еще лучше углы у башни. Короче, это не та Семера, и, короче, башня здесь офигенная, вот что я хотел сказать. И давай смотреть уже на сам бой непосредственно. Ну, карта Эрленберг, во-первых, стандартный бой, и приезжает наш герой, наш герой Ангел Икс Викуси, как-то так, там никнейм, короче, очень странный никнейм. Он переехать через воду решил, и, ну, это решение, скажем так, могло бы ему очень сильно аукнуться, если бы противники приехали вот сюда, потому что оттуда есть прострел по этой воде, кто-нибудь тебя высвечивает, ставят на каток под водой, и ты потом просто не можешь вылезти. А если сюда бы еще быстро танк поджался, короче, были бы проблемы сплошные, но, естественно, раз вы этот бой смотрите, значит, здесь не без везения. То есть всегда в каких-то топовых боях, где настрелено там 10, 11, 12 тысяч урона, всегда будет присутствовать элемент везения, абсолютно всегда. Так, ну вот сейчас, конечно, наш Ангел немного ошибся и мог бы не получать этот лишний урон. Что он сделал в начале? Он поджался под насыпь хороший, вообще там позиция хорошая реально, но, как я сказал, проблема туда просто доехать. Здесь, опять-таки, выстрел не очень хороший, еще в снайперском очень близко был, то есть можно было немного отдалить. Он приехал на позицию в начале и просто убил на халяву Е-75-го. Е-75-ый какой-то, ну, не знаю, бот, наверное, может просто очень сильно подвыпивший парень, может еще что, но он просто ехал вперед и все. Сомневаюсь, что это какой-то там подставной Е-75, потому что, ну, даже если делают там ребята подставные бои, они явно не делают это там, этот идет в бой на десятке, а тот на девятке. Это нелогично, то есть, скорее всего, ну, если была бы какая-то подстава, все-таки отдавалась бы десятка. Здесь был девятый уровень и, короче, это просто такой, вот, просто молодой человек решил по прямой поехать. Мы тут постепенно прожимаемся, смотри, уже 4,5 тысячи настреляно, 4 фрага есть, можно и поесть, счет при этом 6-4. Вроде бы все хорошо, с того фланга у нас деф нормальный, смотрите, прожета стоит, ПТшки на отстреле. Здесь тоже встали нормально танчики, две прожеты, там, прожеты еще кто-то поджаты. Т-28 стоит аккуратно тоже, стоял аккуратно, но, видимо, неаккуратно все-таки сильно вперед выехал. Мы здесь на неожиданности выезжаем по прожете даем, она не ожидала такой реально дерзости, что так в башню получится попасть. И теперь, смотри, теперь у нас проблемы. Мы убили все, что было в центре, просто приехали в наглую на семере и развалили нафиг все. Постреляли туда и все, больше некуда стрелять, надо что-то делать. Решает наш герой, решает наш ангел перетянуться немножко назад и попробовать пострелять по этому флангу. Здесь вот находят всякие дырки в полуразрушенных домах, пытается там что-то выцелить Е3, но он не там. И здесь хочет перевалиться, но засвечивается раньше, засвечивается раньше и принимает решение откатиться назад. И он очень грамотный вовремя это делает. То есть хорошо, что он не поехал вперед, потому что там стоит Тортоис. Мы только что это прочекали, Тортоис не светился, но у нас есть теперь информация, что он стоит там на нуле. И если бы наш герой выехал, то Тортоис не оставил бы никаких шансов, потому что 5 секунд там с небольшим перезарядки при 400 альфе, еще и арта может какая-нибудь помочь. Поэтому понимает, понимает наш боец, что ну не очень как-то там можно выходить. Поэтому что делать, пытается развернуться назад, посмотреть, а вдруг что-то здесь, вдруг что-то здесь появилось. И действительно, смотри, прожета, увидела, что Семера уехала и снова начала там выезжать. Даем ей такой полусводки, полувертуху, красивую, хорошо уже прожета два раза от нас отгребла. Но по-прежнему делать нечего. Вот сейчас она отгребла и закатится. Что делать дальше, пока не представляет ни наш герой, ни я. Дела сами находятся собой. Здесь можно было, конечно, чуть получше повыцеливать. Было еще время там немножечко-немножечко свестись. Слегка поторопился наш герой. И здесь вот видит, что прожета пытается все-таки прокинуть. Приехал 430-й, приехал 430-й на голде. У нас 900 хп остается. Я напомню, еще есть арта. Противников много, счет уже 6-6. То есть ситуация напряженная. Союзники начинают сливаться. Вернее, не так. Ребята, союзники не начинают сливаться никогда. Когда союзники начинают давать возможность вам или нашему герою в данном случае настрелять много урона и затащить бой. То есть если вы видите, что у вас команда сливается... Нет, это не слив, ребят. Это они вам специально дают возможность настрелять 10 тысяч урона или больше. И затащить бой. Так и здесь происходит. Счет уже 6-7. Все больше и больше союзников понимают, что надо бы слиться, потому что семера должна здесь настрелять очень много. Смотри, он видит китайскую ПТ. Обращает внимание на миникарте. Пока что перестрелочка была с 430-м. Нечего комментировать. Просто пытался выцеливать командирки. Не особо это получалось. И откатывает назад, потому что видит, что китайская ПТ будет сейчас заходить в спину. Ее можно попробовать законтрить. Он успевать здесь и давать урон, и закатываться за труп. Вот только сейчас небольшая ошибочка была. Он сначала вперед нажал, потом назад. Из-за этого мог бы сейчас получить. Откатывается, дает по китайской ПТ. Очень грамотно. Помог прожетке встретить это все. Тот фланг у нас умрет. Посмотрите, там П-44 пантера. А у них там 2,2 ст-шки. Непонятно, что с этим флангом. Потому что тут Е3 и Тортоиз. Скорее всего наши ПТ-шки, смотрите, они тоже едут. И будут умирать от Тортоиза. То есть дело пахнет поражением постепенно. Ну вот смотри, прожета как грамотно делает. Прожета врывается в спину Е3, но при этом получает от кого-то на 700. Может быть Е3 успел развернуться, может еще что-то. Короче, там врыв пошел. Убили они, убили Е3. Это важно, потому что Е3 очень грозный аппарат. Но при этом там же Тортоиз. Там же фуловый Тортоиз. Здесь опять очень неправильно целится наш ангел Викуси. Ангел Викуси. Пожалуйста, тоже. Если смотришь это видео, немножечко, чуть получше старайся стрелять. Вот в таких ситуациях можно получше выцелить. Опять-таки, тут, ну, в последнее время есть баггер рассинхрона. То есть смотрите сейчас. Видите? То есть он прицел держит выше, а на самом деле ниже. Это скорее всего из-за того, что у меня там стоит в настройках ФОВ-120, а у них может меньше стоять. Из-за этого рассинхрон такой показывается. Вот, поэтому иногда берет там типа автоприцел и не наводясь в реплеи показывает. На самом деле все по-другому. Вы должны понимать, что это просто ФОВ. Тут дальше врывается. Ну, дело нехитрое убить 430-го при поддержке прожеты. Дело нехитрое добить Шкоду Т27. И теперь дело нехитрое расстреливать Тортоиза в спину, потому что две наши ПТшки, 704 и Объект 268, вырываются. Но тем временем, смотри, тем временем, прожета убивает арту. Убивает арту. И теперь мы будем, скажем так, окружены. Во-первых, надо успеть убить арту. Во-вторых, здесь может вернуться Каен. Сюда приедет прожета. Батчат откуда угодно может зайти. Мы не знаем, сколько ХП у батчата. Мы не знаем, сколько ХП у Каена. Мы особо не знаем, сколько ХП у прожеты. Все это не видим. Тут вертуху дает. Но здесь, да, здесь правильно. Здесь надо было торопиться. Если бы не поторопился, мог бы и не убить. Смотрите, еще одна какая проблема. У нас остается 3 подкалибера и 5 фугасов. То есть очень много наш боец возит фугасов. Тем временем уже 8 фрагов. И еще 3 противника живые. Здесь приезжает Каен. И мы на него врываемся, не боимся. Немножко неправильно врывался сейчас. Немножко неправильно. Надо было чуть больше довернуть. Потому что в теории мог бы Каен, конечно, в каток и пробить. Но нет, Каен на ББшках, поэтому особо не пробивает. Мы даем ему еще одну в борт. Это уже 8 800 урона. Пытаемся здесь заблочить. Но 3-4 крадет. Крадет у нас фраг. Это был бы 9 фраг. И было бы очень хорошо. При этом Батчат приезжает. Вот сейчас я не понял, почему он не стрелял. Мог раньше стрельнуть. Эти заборы простреливаются. А вот этот вот, кстати. Кстати, ребята. Даю вам информацию полезную. Вот эти заборы простреливаются ББшками и подкалиберами. А вот конкретно эти ворота нет. То есть если вы стреляете вот в этот забор, все прострелится. Если вот в эту часть, то уже не прострелится. Потому что это считается как ворота. И вот ворота не простреливаются. Да, в этом мало логики. Потому что толщина типа одинаковая, плюс-минус. Но, тем не менее, так есть. Смотрите, у нас закончились подкалиберы. И следующий заряжаем фугас. И как нельзя, кстати, Батчат к нам спиной. Тут на автоприцеле просто ему даем на 636. 636 еще и с поджогом. ПТшки у нас приехали. Вот они две стоят. Мы гонимся тут за Батчатом. Просто эгегей догоняем. 10 тысяч урона. Фугасик вот как нельзя. Кстати, как нельзя вовремя зарядили мы. Батчат тут пытается уехать. Пытается уехать. Но он не в ту сторону завернул. Ему надо было завернуть в город. Вот туда ему надо было завернуть. Но он почему-то решил по прямой уезжать. Очень странно. И Прожета, посмотри, где Прожета. Посмотри, она уже из леса стреляет. Уже стреляет из леса. Тут... Т-34 пишет красава. Прожета пишет красава. Просто все поздравляют нашего героя. Он пишет 10к урона. Хвалится. И 704 съезжает, чтобы помочь, наверное, дать 10 фраг. Чтобы не захватывать базу. Может танкануть. Наш герой сам просит 10 фраг. И мы едем с Фугасами. Два Фугаса остается. Непонятно, сколько Прожета ХП. А вдруг еще... Тихо-тихо. Фугасиком на ходу не получается. И просто едет. Просто до мужика едет вперед. Хотя Прожета, ну, буквально с трех выстрелов может забрать. Но нет, Прожета до этого отстреливалась. Видимо, у нее подозарядки все не очень хорошо. Шансов у нее мало. Здесь против 704 нашего 7-го ИСа. Но проблема в том, что надо как-то фраг забрать. Надо фраг забрать. Не стреляет наш герой. Берет в автоприцел. И ждет. Ждет, когда доворачивает Прожета борт. И просто пробивает на 580. Но даже если бы он не пробил, возможно бы тараном в борт ХП-300-400 нанес бы. Потому что ехал довольно-таки быстро. Давай смотреть результаты. Так, результаты боя. Это мастер, естественно. Мастер. 200 тысяч кредитов за этот бой. 27 бон. 12 тысяч опыта, кстати. Это Фадин. Последним снарядом, последнюю вражескую машину. Последним фугасом. Ну, фугасов, конечно, многовато, как по мне, для рандома. Штучки, наверное, 3 на ИС-7 хватит. Хотя иногда бывают такие перестрелки. Может быть и к лучшему, что 5 фугасов возит наш боец. Медаль пула, стальная стена, основной калибр, воин. Ну и, естественно, 10600 урона. 1661 чистого опыта. 94 тысячи в плюсе. Стрелял боец в основном ББшками. Потом пошла уже в ход голда. Короче, по очереди они там шли. 94 тысячи фармит. Играет без доп. пайка с обычными ремками. У противников отличилась прожетка. И батчат вот эти, которые в конце как раз были. Настреляли они по 4,5 тысячи. Как раз весь тот фланг убили. Тортоис, кстати, на удивление, очень мало настрелял. Потому что казалось, что он с той позиции должен очень много давать. Когда, допустим, Е3 пушили. Когда ПТшки подъехали. Но нет. Тортоис дал всего лишь 1600. Это очень странно. Е3 тоже, кстати, не особо что-то дал. 488 всего. Если кому интересно, стата нашего бойца. 32 тысячи боев. 49% побед. Но при этом сейчас он играет гораздо лучше. Потому что на топах уже, допустим, на 430. 2500 держит. Для СТшки это очень хорошо. Е57 винрейтика. 705 тоже. 55 винрейта. То есть боец растет. В плане скилла. Поздравляем его с таким хорошим боем. Спасибо всем, кто смотрел данное видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Участвуйте в розыгрыше. Увидимся в следующих видосах. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok